Здравствуйте, дорогие друзья! Это рубрика «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». К нам поступил следующий вопрос. Почему со временем оскудевает вера? Здесь хочется обратить внимание на отрывок из Евангелия от Матфея. «Огрубило сердце сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Здесь прямая ссылка на пророчество Исаии о израильском народе. Почему со временем оскудевает вера? Конечно, мы привыкли с вами воспринимать жизнь 100, 200, 300 или тысячу лет назад как жизнь сугубо благочестивых людей, а сегодня сугубо неблагочестивых людей. Хотя на самом деле это весьма неверное представление о древности. Для того, чтобы подтвердить это, я некогда обратился к избранным поучениям святителя Иоанна Златоустого, к его житию, когда он запретил несколько сотен священников, служащих в Константинополе. Притом запретил их за разные согрешения, которые сегодня, наверное, редко можно вообще даже услышать о священнослужителях, когда они жили с двумя или тремя женами в одном доме. Когда они, пользуясь своим положением, делали самые неприглядные вещи. И это говорит о том, что на самом деле человеческое грехолюбивое существо не меняется. Проблема сегодня в том, что вера стала настолько непопулярной, и каким-то таким обществом секулярным она воспринимается как слабость, как некая недообразованность, что действительно многие люди, которые могли бы сто или двести лет назад быть верующими людьми, сегодня позиционируют себя как атеисты. Но я уверен, что как и тогда, так и сегодня Господь призывает сердце человека, каждого, к тому, чтобы он услышал этот призыв Божий. Он стоит и стучит у дверей нашего сердца и ждет, пока мы с вами откроем это сердце и впустим его. Очень важно нам с вами быть примером для подражания. Святитель Иоанн Златоуст считал, что если христиане бы вели себя все подлинно, как христиане, как заповедовал Господь в Евангелии, то неверующих бы людей в мире бы не было вовсе. И я склонен согласиться с Иоанном Златоустом. Господь Иисус Христос в контексте своей Нагорной проповеди сказал, «Так, когда просветится свет ваш предчеловеки, и когда видит ваши добрые дела, и прославит Отца Небесного, и же есть на небесе». Поэтому я думаю, что здесь речь идет именно об этом. Есть же и еще одна важная информация, которую хотелось бы донести. Дело в том, что и в личной жизни нашей с вами, верующих людей, очень часто вера претерпевает определенные испытания и охладевает, или наоборот, возгорается в нас. Дело в том, что это чувственное состояние веры. На него не стоит обращать столь пристальное внимание. Состояние какой-то богооставленности или охлаждения в вере, на самом деле, это тяжелые кризисные периоды, которые необходимо переносить, и которые будут в жизни каждого христианина, как некое испытание и усовершенствование нашей веры. Не бойтесь этих испытаний. За ними, за горизонтом этого кризиса будет гораздо лучше. Просто нужно перетерпеть, просто нужно не отчаяться, просто не бросить все, а постараться действительно от всего сердца в этом направлении работать. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.